Китаянки стали мощной силой в развитии мирового ювелирного дизайна в 21 веке. Все представленные женщины-дизайнеры преуспели в создании современных интерпретаций китайских элементов и традиционных изображений, используя свою страсть к природным бриллиантам. Синди Чао родилась на Тайване. В 2004 году основала одноименный ювелирный бренд Синди Чао «Жемчужное искусство». Ее произведение – мечта коллекционеров всего мира. Уброшения выставлялись в Музее естественной истории, на Парижской бенале антиквариата и на художественной ярмарке Тифаф в Маострихте. Бабочка – знаковая тема творчества Синди Чао. С 2008 года дизайнер представил много брошей в виде бабочек, натуральные бриллианты, главные герои всех ее украшений. С 2008 года дизайнер представил много бренд Синди Чао «Жемчужное искусство». С 2007 года дизайнер представил много бренд Синди Чао «Жемчужное искусство». С 2005 года дизайнер представил много бренд Синди Чао «Жемчужное искусство». Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Венди Юе родилась в Гонконге. Она основала студию «Алмазное дерево» в 1998 году и начала предлагать дизайнерские решения для известных ювелиров, работающих с бриллиантами. Среди популярных тем ее проектов – дикие животные, флора и морская жизнь, а также различные культурные элементы, такие как египетские фараоны, восточные статуи Будды, итальянская опера и европейское возрождение. У Венди Юе смелый и причудливый дизайн. В одном изделий может использоваться до 20 цветных драгоценных камней наряду с бриллиантами, чтобы создать согласованную по цвету и визуально яркую картину. В кафе Венди Юе невозможно не влюбиться. Это настоящее произведение искусства из золота, усыпанного драгоценными камнями. Венди создает кафе самых невероятных форм, начиная с изысканных лебедей, заканчивая устрашающими скелетами, закрывающие все ушко. Мастер не боится экспериментов с разными материалами, смело объединяя различные драгоценные камни разных форм. В итоге получаются неповторимые яркие кафы, способные подчеркнуть неординарную личность их владелицы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Диана Джан пришла в ювелирную индустрию из делового мира. В 2010 году она смело изменила свою карьеру и уехала во Францию изучать ювелирный дизайн. В 2014 году французский торговец антиквариатом Мартин Дюдафуа пригласил Диану Джан принять участие в бенале антикваров в Париже. Она стала первой китайской женщиной и дизайнером ювелирных изделий, появившейся на мероприятии. Главная изюминка работ Дианы Джан – элементы восточной культуры. Серия работ «Год в Китае» вдохновлена четырьмя сезонами. Натуральные бриллианты – любимые драгоценные камни Дианы Джан. Она использует их для создания бутонов цветов, инкрустированных бриллиантами огранки маркиза, лепестков орхидей, усыпанных круговыми бриллиантами, и капель росы на листьях лотоса, украшенных бриллиантами огранки роза, в результате чего получается изделие полной экспрессии и жизненной силы. О творчестве ювелирных дизайнеров Мишель Онг и Анна Ху Смотрите клипы, которые я выпустил ранее. Друзья, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии, жмите на колокольчик и подписывайтесь на мой канал в Ютубе.